В Нижнем Тагиле женщина-пешеход, спешившая на трамвай, была сбита машиной на проезжей части. Столкновение попало в объектив видеорегистратора другого водителя-очевидца. 1 сентября 2021 года, приблизительно в 17.00, на автодороге Северное шоссе, дом 7, произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина, двигаясь со стороны северного поселка в сторону города Нижнего Тагила, допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травму в госпитализированную центральную городскую больницу. 42-летняя женщина была доставлена каретой скорой помощи в городскую больницу номер 2 с тяжелыми травмами, с закрытым переломом седалищной кости, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Водитель Лады X-Ray, оказавшаяся ровесницей пострадавшей пешеходки, была освидетельствована на состоянии опьянения. Тест показал, что женщина трезва. За ее плечами девятилетний стаж вождения и только три зафиксированных ГАИ НПДД. Давая объяснение инспекторам, водитель призналась, что из-за стоящих в левом ряду машин не видела пешеходку до тех пор, пока она не оказалась прямо перед ее капотом, а потому не могла применить никаких экстренных действий, ни торможения, ни маневра. В отношении пострадавшей сотрудниками ТПС вынесено определение о возбуждении административного производства по части 1 статьи 12.29 КАПРФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходам». Попав в интернет, это видео вызвало бурное обсуждение среди тагильчан. Большинство комментаторов, ожидаемо в самой резкой форме, осудили безрассудство пешеходки, побежавшей через дорогу, не глядя по сторонам. Но нашлись и те, кто попытался понять пострадавшую женщину. Через остановку общественного транспорта подсобное хозяйство, где произошло ДТП, проходят два автобусных маршрута и два трамвайных. Интервал движения обоих автобусов и трамвая шестого маршрута свыше получаса. Еще один трамвай и вовсе ездит только раз в день. Поэтому все, пусть и немногочисленные пассажиры общественного транспорта, пытающиеся попасть отсюда в северный поселок, вынуждены маневрировать между двумя остановками, выглядывая, что придет быстрее – трамвай или автобус. Благо, обе остановки расположены рядом и разделены только проезжей частью. Но пешеходного перехода через северное шоссе нет ни в этом месте, ни в ста метрах, ни даже в километре. То есть буквально нет совсем. Это, конечно, не оправдывает того, как пострадавшая переходила дорогу, но, по крайней мере, объясняет ее поступок. Уважаемые автовладельцы, соблюдайте правила дорожного движения, снижайте скорость при виде пешеходов. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Чаремета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.